Какие материалы будут носить информационный характер? Но это означает для вас, что вы будете информированы вообще о возможностях сегодняшней офтальмологии и то, что можно сделать вне стен вашего кабинета или вне стен вашего учреждения. Но кроме того, часть вопросов будет иметь такую меньшую часть вопросов, научную направленность, но я думаю, что для общей эрудиции это тоже неплохо. Теперь несколько орг-объявлений. Конференция будет состоять из двух частей. Будет у нас перерыв после первой части. Перерывы вы сможете получить так называемые ланчбоксы. Кроме того, будет открыт буфет. У вас в пакетах есть бета-каротин, и оргкомитет рекомендует перерывы, когда вы будете принять, чтобы какая-то была профилактика астенического синдрома, который неизбежно наступает при длительном заслуживании докладов. Конечно, это шутка. Теперь, кроме того, у вас в пакетах участника есть опросник, который вы должны будете заполнить по окончании конференции и сдать его при получении вот этого самого сертификата, где будет обозначен ваш код и получение вот этого количества кредитов или баллов. Тут еще присутствуют сотрудники нашего института. Для них я сразу хочу сказать, что вам сегодня эти сертификаты не будут выдаваться, чтобы просто упростить эту процедуру. Вы не волнуйтесь, вы получите их чуть позже. Вопросы можно будет докладчикам задавать как в письменном виде, так и устно. Вот здесь будут... Что-то я микрофонов не вижу. Мы поставим микрофоны здесь в проходах. То есть можно будет задавать вопросы и устно. Теперь я хочу сказать, что если есть желающие, которые хотят выступить в плане обсуждения услышанных докладов или высказать свое мнение по тому или иному вопросу, который мы сегодня будем обсуждать, то это тоже возможно. И давайте мы договоримся, что вопросы и возможные выступления будут в конце каждой части. То есть первую часть мы закончим, вопросы обсуждения, если не будет перерыв, и начинаем работать по второй части. Продолжение следует... Продолжение следует...